Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Повышенная экономия стала постоянным спутником 78% россиян. Об этом заявила исследовательская компания Нильсон. Треть опрошенных отметила, что их доходы с августа по декабрь снизились. Треть россиян призналась, что вынуждена покупать меньше товаров, чем в предыдущем квартале. Кроме того, свыше 30% опрошенных предвидят ухудшение качества товаров и ощутимое сокращение ассортимента в магазинах. 60% ожидают дальнейшего значительного роста цен. И где же, простите, специалисты, призванные сдерживать цены и улучшать уровень жизни? С 1 февраля в России будут проиндексированы пенсии на 11,4%. Таков уровень официальной инфляции по итогам прошлого года. На эти цели в бюджете предусмотрено 188 миллиардов рублей. Для этого планируется принять соответствующий федеральный закон, а также отдельное постановление правительства России. Согласно плану, эти документы должны быть приняты до 27 февраля. Правда, за первый квартал инфляция эти прибавки сожрет, и пенсионерам снова будет не на что жить. В 2014 году туризм в России уронил свои показатели. Такую оценку озвучили в ежегодном докладе Всемирной туристической организации. Траты российских туристов на путешествия сократились на 6%. Таким образом, траты россиян в турпоездках по итогам 2014 года составили 50 миллиардов долларов с небольшим. Причем соседствующие с нашими туристами бразильские и китайские рынки продолжают вкладываться в экономику принимающих государств и наращивать туристические траты. Но тут все очевидно. Россиянам просто тратить нечего. Российский фондовый рынок открылся незначительным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1649 пунктов. Среди лидеров падения бумаги ТМК, Яндекса, Распадской, Преф и Сургут нефтегаза и Башнефти. Лидеры роста – акции Алроса, Мвидио, Мичелла, Мегафона и ММК. Торги на российском рынке открылись на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, угрозы новых санкций, а также снижения фьючерсов на черное золото. Фьючерс на американский индекс S&P растет. Торги в Европе и США завершились разнонаправленно. На азиатских площадках преобладают продажи на фоне проверок китайских регуляторов операций маржинального кредитования. Курс доллара на 29 января – 67 рублей 15 копеек. Курс евро – 76 рублей 26 копеек. Золото стоит 2778 рублей за грамм. Серебро стоит 38 рублей 58 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 52 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.